Лесь, ну вот послушайте, мы говорим двойники-двойники. Я вам скажу, что большинство, скажем, западных газет вообще об этом не говорят. Очень многие люди даже из той же российской интеллигенции, даже тот же Женя Киселев или Владимир Милов, они не верят, что есть двойники Путина, к примеру. Что может быть кто-то похожий сядет в машину, но это так, чтобы отвлечь возможных террористов. Но что есть реальные настоящие двойники, которые там ездят, не знаю, куда-нибудь в Ростов или куда-нибудь еще, вот они в это не верят, к примеру. Ну, Савик, ну потому что в этом, конечно, есть логика, так как имея двойника, Путин сам не может быть до конца уверен в том, что его свои же не устранят и не поставят двойника, и народ не увидит никакой разницы. То есть он может просто сам себе воспитать смертельную проблему. Поэтому, ну, может и нет двойников. Это же и риски несет, не только привилегии какие-то, и бонусы дают двойники, настоящие двойники. Ну, правильно? Ну, да, да, ну да, да, конечно. Естественно. То есть, ну, ясно, что, знаете, двойник может захотеть стать президентом. Ну, да, и... Ну, просто если их посадят. И, типа, он будет президентом. Да, конечно, те, кто будут рядом. Ну, то есть это же тут много всяких моментов. Хорошо, Савик? Да, ну это, понимаете, Россия страна, в которой может происходить все, что угодно. Понимаете? Все, что угодно. Может, сейчас может появиться Распутин, который скажет Путину, Путину, Распутин скажет Путину, что он его сейчас вылечит. Ну, и будет руководить страной Распутин. Понимаете? Ну, что я вам скажу. Такая страна. Такая. Вот Россия такая. Очень своеобразно не то слово. Она к такой современной цивилизации, или то, что мы понимаем под современной цивилизацией, оно такое отношение имеет очень-очень-очень абстрактное. Савик, еще немножко геополитики на этой неделе. Такие интенсивные новости, встречи прошли между Украиной и Америкой, что не может не радовать, потому что контрнаступление идет. Наши ребята держатся на фронте мужественно и говорят то, что можно рассказывать. Но успехи есть, несмотря на то, что это дается тяжелейшей, высочайшей ценой, тем не менее. И, в принципе, мы видим, что и дальнейшая история с поддержкой Украины, с точки зрения со стороны США, она продолжается. Да, она продолжается. Все равно мы должны будем пройти этот тест 24 миллиардов, да, как Конгресс в итоге проголосует. Но я вам скажу вот что. Я думаю, что госсекретарь Блинкен приезжал в Киев. Вот это мое личное мнение. Вот тут я беру ответственность за каждое слово, которое я произношу. Да, я не думаю, что он приехал в Киев, чтобы сказать, что наступление идет успешно. То есть, понимаете, надо перестать обращать внимание на тактику. Да, то есть, ну, одно село сегодня там, другое там. Надо иметь целостный взгляд просто на все это, да, и понимать хорошо, что такое линия Суровикина, да. Вот как она, знаете, я когда посмотрел, там есть даже книжка, да, которая посвящена линии Мажино, да, на которую Франция по сегодняшним деньгам, по сегодняшним деньгам потратила 9 миллиардов долларов, да, если мы вот в сегодняшнем исчислении возьмем. Да, и они считали, что линия Мажино – это просто непреодолимая совершенно линия. А фашистские войска они взяли и через Бельгию объехали лесами, да, понимаете, тут такая история. Да, я не очень лезу в войну, потому что, во-первых, я не на фронте, но если я даже бы был на фронте, я бы видел тот кусок фронта, на котором я нахожусь, да, а я бы не видел всей картины. А чтобы увидеть всю картину, мы с вами уже об этом говорили, да, да, реально находиться в двух генеральных штабах одновременно, да, и это вас не пустят в российский, и меня тоже не пустят, и нас обоих не пустят в украинский. Поэтому, в общем-то, да, поэтому о войне я ничего не говорю. Я думаю, что, несмотря на существенные потери, Украина движется и движется правильно, да, там, это вот все, что я могу сказать. Но для этого Блинкен не должен приезжать в Киев, да. Также он не должен приезжать в Киев, чтобы объявить список новых вооружений, которые Украина получит, там, включая ракеты с обедненным ураном. Я думаю, что Блинкен приехал совсем по другому вопросу. Я думаю, что Блинкен приехал по вопросу Коломойского. Я думаю, что Блинкен приехал по вопросу коррупции. Потому что намечается достаточно серьезный скандал между антикоррупционными органами, скажем, САП или НАБУ и СБУ. Потому что СБУ перехватили в какой-то момент инициативу по Коломойскому. Но они, значит, ему вручили подозрение, там подозрение, оно где-то там, не знаю, полмиллиарда гривен, а НАБУ и САП 9,5 миллиардов. Но там... Не, но он не будет платить залог адвоката Коломойского. Нет, так залог он платить не будет. Но как он обвиняется, как будет идти следствие, как будет идти суд, это же очень важно. Плюс Америка его считает рекордсменом в отмывании денег в истории Соединенных Штатов, то есть 800 миллионов. Конечно бы Америка тоже хотела... Это рекордсменом, еще раз, рекордсменом в отмывании денег в США, в принципе, из всех людей. Из всех, да, из всех людей. Да, 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 800 миллионов. 800 миллионов долларов – это самая большая сумма, которую отмыли в США, и это типа сделал Коломойский? Да, 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 совершенно верно. Угу, я как-то это... Поэтому они бы и хотели, они бы и хотели, я думаю, что они бы хотели... Ну, экстрадиции, вы понимаете, между Украиной и Соединенными Штатами нету договора об экстрадиции. Значит, ну, я думаю, может быть, Блинкин попросил, чтобы допустили американских следователей, чтобы они могли возможность там поговорить, допросить Коломойского. Я не знаю. Но я думаю, что это главная тема, почему он приехал. Я не думаю, что это война. То есть, если бы это была война, то перечислить оружение, которое передается Украине, мог представитель Пентагона, споксмен, мог представитель Белого дома. Для этого не надо ехать в Киев, сказать, что война идет, окей, это не обязательно должен делать госсекретарь, есть люди покомпетентнее. Да, но вот, да, и там... Ну, Тавик, еще на этой неделе событие тоже произошло. Эксперты говорят, что очень позитивное, потому что я говорю сейчас о назначении нового министра обороны, потому что, в принципе, вот с кем я не говорила, те, кто с ним знакомы, достаточно близко знакомы, его характеризуют очень высоко и как профессионала, и как человека, и как с точки зрения его качеств человеческих. Ну, в принципе, американцы тоже, насколько я понимаю, были довольны этим назначением. Ну, я думаю, что да, вот смотрите, тут разные, разные, разные всякие, ну, не всякие, разные источники информации дают разные объяснения. Да, то есть, там, скажем, одни говорят, что Умеров был единственным человеком, который согласился идти без своей команды. Да, другие, которым это место предлагали, они хотели иметь свою команду. Да, ведь проблема Резникова, она не столько в том, что, смотрите, я Резникова знаю очень-очень давно, с 2005 года, вот как только я приехал в Украину. Я могу сказать, что, вот, я убежден, что он сам лично некоррумпированный человек, но это не человек для Министерства обороны, особенно в моментах войны. Потому что это человек компромиссов, это человек, который избегает конфликтов, это человек, который боится начальства. Да, это человек, который не, вот у него нету характера для того, чтобы быть министром обороны во время войны. И поэтому за его плечами происходило черт знает что, да, и он, и он вот, ну, и как бы даже если он и замечал, может он молчал. Да, поэтому, что касается нового министра обороны, ну, война идет, он, конечно, человек, который, который в курсе очень многого, потому что он участвовал в разных переговорах. Этот человек, как говорят, близкий к Эрдогану, ну, не близкий, а знаком, по крайней мере, да, и он близок к главному помощнику Эрдогана. Ну, он крымский татарин, да, что, в общем-то, с точки зрения, ну, как бы так сказать, пиара, что ли, да, ну, хотя слово не очень подходящее, но пиара, это очень хорошо, это выбор такой правильный, да, то есть, но как он покажет себя во время войны, то есть, да, и какие на него главные задачи возложены, да, сейчас. Сейчас ведь главное обеспечить армию, обеспечить армию всем, чем армия должна быть обеспечена. Ну, дай бог, я только, ну, я только желаю ему только удачи и всего хорошего, то есть, тут нету никаких сомнений. Да, ну, конечно, Резников, вот он, понимаете, ну, вот он, он, конечно, с этой историей, с этими закупками, да, вот с этими деньгами, которые исчезали и все, ну, то есть, я, они же не оседали у него в карманах, да, но, 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 но вот он, но он не мог этого всего не видеть, да, просто это, ну, значит, ну, значит, побоялся, значит. Я не знаю, я не знаю, я не буду, я когда-нибудь в жизни надеюсь, мы еще встретимся и, может быть, это уже будет, время пройдет, я просто спрошу. Да, ну, вот, ну, я реально его очень давно и неплохо знаю. Да, поэтому... А какой вы вопрос зададите человеку? Ну, почему он закрывал глаза на это все? То есть, ну, вы понимаете, потому что, ну, что он, он пришел в ведомство, которое, в общем-то, при Януковиче курировалось Москвой, Кремлем, да, да, потом при Порошенко началось там преобразовываться, преобразовываться, но, в принципе, на уровне там заместителей министра все остались советского поколения, да, то есть, вот поколение совершенно, ну, как бы, ну, неадекватного для того, что происходит сейчас, привыкшего зарабатывать совсем другим путем, да, то есть, коррупцией, да, ну, то есть, вот, он пришел, ну, надо было первое, что надо было делать, это чистка кадров, это ясно, и поставить кадров правильных туда всех, да, и первым делом заняться тем, чтобы не было коррупции, да, а чтобы, а значит, надо идти на конфликт, да, и в итоге заплатил своей репутацией, да, что у человека самое важное? Репутация, да, вот репутация, я даже не знаю, как он может быть назначен послом сейчас, да, после того, как он снят с должности, в общем-то, по причине коррупции, я не говорю, там, Верховная Рада, которая аплодировала, которая там, это, ну, это все, это все такая, это бессмысленная эта Рада и бессмысленные ее действия, да, но, в принципе, в международных вот кругах, конечно, у него, у него подпорчена репутация, может он представлять Украину, скажем, Великобританию или Польшу, которая сейчас называется, да, то есть двумя главными союзниками Украины в Европе, я в этом не уверен, понимаете, я вот как-то не уверен, ну, неважно, я говорю, главное, есть новый министр обороны, люди, я вижу, что люди, очень многие доверяют, очень многие о нем говорят хорошо, поэтому, ну, как минимум 100 дней надо им дать и посмотреть, что происходит. Савик, ну что, я хочу нашим зрителям напомнить, что, вот, друзья, у нас на экране висит QR-код, если вы хотите помочь украинской армии, то, пожалуйста, донатьте, мы вместе с вами закупаем дроны, лучшие разведывательные дроны, мавики, совместно с Генштабом мы делаем эту программу, которые отправляются на передовую, и вот буквально сегодня только я говорила с одним из самых известных, наверное, да, украинских военных, и он мне еще раз сказал, говорит, ну, вот, мы можем выиграть эту войну, и мы ее обязательно выиграем, но нам нужно очень много дронов. Вот, это война дронов, нам нужно как можно больше производить, закупать, передавать дронов, потому что нам нужно беречь наш человеческий ресурс, мы его ценим, у нас он важный, у нас лучше идут на фронт, и у нас не так много людей, а Россия реально пытается забросать мясом. Поэтому, чтобы сберечь жизни наших бойцов, друзья, донатьте, наводите вашу камеру на этот QR-код, либо же под нашим видео вы можете найти реквизиты, там есть ссылка и на монобанку, и на, если вы хотите, в евро задонатить, как перевести. И я сразу же, наверное, анонсирую, вот Савик уже упомянул, что в следующую пятницу у нас будет не стандартный формат, а мы пригласим еще к нам присоединиться доктора Комаровского, обсудим с ним очень много интересных вопросов. Все, что вас интересует в контексте не только медицины, но и политики, и еще чего угодно, пожалуйста, готовьте, будем спрашивать, будем отвечать. Савик, ну и на завершение, потому что у нас сегодня немножко короче эфир, да, скажите, пожалуйста, что вы рекомендуете нашим зрителям посмотреть на этой неделе? Я нашим зрителям вот хочу порекомендовать необычное. Я хочу им порекомендовать посмотреть и послушать лекцию писателя Дмитрия Быкова. Да, называется она «Чекизм, как изуверская секта». А это такая, да, вот чекизм, это в принципе, он пытается ответить на вопрос, почему в российской истории, там, начиная, ну, как минимум от Ивана Грозного, всегда побеждает тайная полиция. Всегда. Да, да, и вот какое у нее отношение вообще к народу, да. И вот это очень интересная лекция, очень интересная лекция. Я, она была два месяца назад, послушайте, и я бы даже с огромным удовольствием ваши отклики, если они будут, да, вот с удовольствием бы прочитал и вообще даже обсудил, потому что есть ли какие-то параллели с Украиной, нету, потому что Украина же была все же частью империи, то есть часть Украины была частью Российской империи, да, то есть это, да, это вот, ну, как там даже кто-то, кто-то во время лекции задал ему этот вопрос, как Украина сумела выскочить вот из этого заколдованного круга, да, где тайная полиция всегда, всегда выбирает. Вот, значит, Дмитрий Быков лекция «Чекизм, как изуверская секта». Дмитрий Быков, он писатель, он поэт, он, в общем-то, да, гражданин поэт, я думаю, многие знают, да, который был с Ефремовым в свое время, да, то есть это такой человек, которого пытались отравить, он живет сейчас в Соединенных Штатах, ну, в общем, да, и он, ну, такой, очень достойный человек, очень достойный, очень начитанный, очень эрудированный и интересно рассказывает. Вот это я бы предложил вместо фильма.